МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приятно газированная вода. Ну а что это за пузырьки? Это углекислый газ или двуотесь углерода. Ее выдыхают все живые существа. Человек, например, выдыхает за сутки свыше тысячи граммов углекислого газа. Много этого газа образуется в процессе горения и поступает в атмосферу через трубы заводов, электростанций и звездково-обжигательных печей. Еще больше выделяют его действующие вулканы. Но в воздухе содержится всего 0,03% углекислого газа. Куда же он исчезает? Им питаются растения. Под действием солнечного света они поглощают углекислый газ, поступающий в листья через устица. Углекислый газ это пища растений. Ну а растения, как известно, пища животных. Но не только в этом значение углекислого газа. Человек научился получать его искусственно и широко применять. Мы с вами на заводе, где производят углекислый газ. В паровой котел непрерывно поступают и смешиваются содержащие метан природный газ и воздух. При горении этой смеси образуются дымовые газы. В их составе имеется углекислый газ. Однако выделить его непросто. Сначала дымовые газы охлаждают. Затем их направляют в башню, где специальный раствор поглощает углекислый газ. Теперь нужно получить его из раствора. Для этого в другой башне раствор нагревают. Выделившийся газ остается только охладить и очистить от примесей. Но газ малоудобен для перевозок. Жидкость, которая значительно тяжелее, удобнее. Поэтому углекислый газ направляют в компрессор, где его сжимают под давлением в 60 атмосфер. А затем в этих трубах охлаждают водой, и он превращается в жидкость. Жидкую двуокись углерода под давлением в 60 атмосфер разливают в стальные герметически закрывающиеся баллоны. Жидкость легко превращается снова в газ. Стоит только открыть вентиль баллона. Тепло на этот процесс берется из окружающего воздуха. Этот аппарат, сатуратор, предназначен для насыщения углекислым газом питьевой воды. При производстве фруктовых вод углекислый газ не только придает вкус напитку, но и сохраняет надолго его качество. Затем тщательно перемешать газ с водой и сиропом, и напиток готов. Углекислый газ нужен на заводах, где производится сварка стальных деталей. Раньше при сварке металл окислялся кислородом воздуха. Сварной шов получался с прожогами и имел поры. Но если зону сварки окружить углекислым газом, он защитит плавящийся металл от вредного воздействия кислорода воздуха. Сварной шов получится плотным и прочным. Кроме того, сварка в углекислом газе позволяет автоматизировать этот процесс. Углекислый газ применяют и в сельском хозяйстве. В теплицах воздух беден двуотиси углерода, особенно летом, когда площадь листьев очень велика. Вот и приходится помогать природе. Прибор показал, что углекислого газа в теплице не хватает. Надо подкормить растения. Своевременная подкормка двуотиси углерода увеличивает урожай. Вот еще одна область применения двуотиси углерода. Тушение пожаров. Когда, например, горит бензин, водой тушить нельзя. В этих случаях на помощь приходят баллоны с двуотиси углерода. Иногда их монтируют на специальной пожарной машине. Но устройство их отличается от обычных. Как только открывается вентиль такого баллона, из него вырывается струя газа и снегообразные маски. Снег мгновенно превращается в газ. Он изолирует очаг загорания от кислорода воздуха. Пламя гаснет. Но откуда берется снег в пожарных баллонах? Он получился из жидкой двуотиси углерода. О процессе этого преобразования нам расскажет опыт. В герметически закрытый сосуд, ледогенератор, под давлением 8 атмосфер, наливают жидкую двуотиси углерода. Температура жидкости минус 44 градуса. Затем постепенно понижают давление до атмосферного. Жидкость начинает твердеть. Образуется твердая двуотиси углерода. Она называется сухим льдом. Сравним сухой лед с обычным. При атмосферном давлении сухой лед имеет температуру минус 79 градусов. Обычный – 0 градусов. При повышении температуры он тает. А сухой лед возгоняется, то есть испаряется, минуя жидкую фазу. Сухой лед производят на заводах в больших ледогенераторах. Он широко применяется в пищевой промышленности. Например, для хранения мороженого. А совсем недавно разработан еще один способ применения сухого льда. Над аэродромом сильный туман. Самолеты не могут подняться в воздух. И только один пилот получает особое задание. Он должен рассеять туман. Его оружие – сухой лед. Туман состоит из небольших капелек воды. Но если сквозь эти капельки пронесутся сброшенные из самолета небольшие гранулы сухого льда, температура которых минус 79 градусов, вокруг образуется зона похолодания. Капли воды превратятся в снежинки и упадут на землю. Туман рассеется. Вот и кончился наш рассказ об углетистом Гаде.